О готовности предприятия Чувашии трудоустроить молодых специалистов, а также о проблемах профессионального образования, говорили участники круглого стола. Он прошел в стенах Чувашского государственного университета. С каждым годом молодых специалистов, которые испытывают проблемы в трудоустройстве, становится все меньше. Это говорит о качестве подготовки кадров, отметил министр труда Чувашии Сергей Дмитриев. По данным Минобразования, в этом году из 5000 выпускников не нашли работы около 90 человек. Большинство из них в базе данных профильного ведомства. Кроме того, дополнительно во многих учебных заведениях работают свои центры по содействию трудоустройству. Создан банк вакансий. Наша основная задача – это помочь жителям республики трудоустроиться, а работодателям найти работников. Ежегодно мы ставим перед собой цифры, 42 тысячи граждан мы трудоустраиваем. Различные услуги от органов службы занятос населения получают более 80 тысяч граждан. Проблемы с трудоустройством выпускников все же имеются. Отсутствие опыта работы по специальности, незнание рынка труда, несоответствие требованиям работодателей. Чтобы соединить интересы вузов и предприятий, в республике существует система договорных отношений. Многие профильные предприятия успешно сотрудничают с учебными заведениями. Такие как Химпром, Брестлер, Четра. Сюда студенты приходят на практику уже с первых курсов и имеют возможность остаться работать в штате. Я абсолютно уверен в том, что молодые люди, выпускники данного университета, других учебных заведений, ориентируясь правильно на рынок труда, от спроса и предложения, выберут правильную профессию и они обязательно самореализуются. Вот это главные ключевые факторы. Немаловажно и то, считает Михаил Игнатьев, что предприятия «Чуваши» в области машиностроения и электротехники известны на российском и международном рынках. Качество их продукции не вызывает сомнений у специалистов, так что работать на них весьма престижно. Еще одну серьезную проблему затронули участники кругового стола. Это отток умов. Некоторые молодые люди уезжают на работу в другие регионы сразу после получения диплома. Здесь на первый план выходит профориентационная работа. На базе ЧГУ работает Центр молодежного инновационного творчества для школьников и студентов. Мы совершенно убеждены сегодня в университете, что профориентация молодежи, их ориентирование на предприятие Чувашской республики должно начинаться со школы. Сегодня мы видим, что есть результаты. Пришли участники кругового стола и к еще одному важному выводу, связанному с компетенцией вузовских педагогов. В предприятии работодатели считают, что и вузовским преподавателям следует периодически проходить регулярную практику на предприятиях. Технологии очень быстро идут вперед и во всех сферах деятельности. На любом предприятии востребованы обучаемые именно люди с высокой культурой. Объединив усилия всех заинтересованных структур, можно рассчитывать на результат. Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.